Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами про Pantero M10. Довольно занимательная машина. Почему? Да потому что на моем канале проходит рубрика, она называется Ангарная книга по прем-танкам и по акционным танкам и по обычным танкам. Что мы делаем? Мы катаем все премиум танки 8, 9, 7 уровня, акционные танки и потом заносим все результаты, которые получаются в онлайн Excel табличку. А именно фарм, сколько в среднем за бой, фармит, урон, ассист, ссылка на стрим, ссылка на видео, количество боев, какой был процент побед, резервы, расходники, класс техники и конечно же оценку по трем критериям. Фарм, нагиб и геймплей. Все это скомпоновано у меня в онлайн Excel таблице, которая доступна всем моим абсолютно подписчикам, которые подписаны на YouTube и на Telegram канал. Поэтому подпишитесь на YouTube, на Telegram канал и потом в Telegram канале в третьем закрепленном посте вы найдете ссылку на эту онлайн Excel табличку, которая будет всегда пополняться и обновляться. Ну а вам я желаю приятного просмотра. Ну а первое, как всегда, галопом по Европам мы пройдемся по бронированию данного танка. Что здесь есть? Я даже колледжная модель сильно не сталкиваю. А показывать вам, потому что, ну, этот танк не сильно-то и бронирован. Хотя, в принципе, для СТ, между прочим, как бы верхний релиз почти, сколько там, 90 мм, это даже более чем. Но приведенки большой нету, он, ну, не то чтобы под прямым, но угол небольшой, поэтому здесь всего лишь-то жалкие 120-130, это прибывают все. Иногда, конечно, если он доворачивает, то может словить какой-то рикошет, но опять-таки от 6-го, от 7-го, возможно, где-то там из редкого уровня, не более того. В целом, корпус еще чем хорош тем, что борта по 50 мм, и эти борта способны действительно танкануть. Иногда, если вот так вот выставить, то этот танк способен танкануть. Что касается башни, башня сама по себе уникальная, в каком-то плане она даже может что-то потанковать, что мы видим. Если кидать исключительно в лоб, то пробитие будет, но если вдруг у вас снаряд полетит вверх, либо наоборот вниз, то здесь вот получается какие-то 300 мм, 468, то же самое вверху. Поэтому иногда этот танк в одно и то же место может пробиваться, может и не пробиваться, это плюс. Иногда еще кидает вот сюда, кстати, но, насколько я понимаю, это как бы не физическая часть танка, поэтому она не пробивается, и как бы в целом это даже довольно окей. Я не могу сказать то, что это какой-то сверх танк по танкованию, наверняка найдется СТ 7-го уровня, который будет поинтереснее с точки зрения танкования. Но в целом даже в каких-то боях где-то 1300 он танковал, то есть действительно своей башней, каким-то бортами или там куда-то, если в пушку, в маску там попадает, он может отбивать. Но в целом этот танк не про броню, играть на нем нужно как на абсолютно полном картоне, хотя иногда вот действительно башкой отобьет. Ну то есть здесь та же самая история, как на всех вот этих Шермана подобных танках, как и на Т-44 каком-нибудь, он вроде бы не бронированный, но иногда может отбить. То есть в целом как бы вот так. Что нужно еще из интересного знать, почему это темная лошадка, потому что это льготный прем-танк и многие слышат льгот и 7-й уровень, сразу только Е-25 вспоминают и думают, что лучше танка нет. На самом деле это не то, чтобы лучше, но это действительно очень сильный танк. И вот почему. Во-первых, ствол вроде бы до 6-го уровня, вроде бы маленькая альфа, всего лишь 135 единиц и как бы то и не сильно интересно, но бронепробитие 150 и 194. Могу сразу сказать то, что голдового бронепробития на 8-й уровне будет не хватать, то есть иногда вы будете испытывать проблемы. Но как часто вы будете попадать к восьмеркам, здесь я ничего не могу сказать, потому что первые 5-6, ну может быть даже 7 боев, мы вообще не видели восьмерок. Потом мы играли с ними по КД, поэтому это знаете такая история двояка. Попали к восьмеркам, ну как бы крепитесь, будет тяжеловато. Попадали к семеркам, к шестеркам, вы их постоянно будете видеть, даже если где-то к пятеркам попадете. Базового бронепробития в 150 более чем хватает, в основном будете по бортам кидать, поэтому в целом окей. Но бронепробития действительно не хватает, по сути здесь два снаряда, то есть фугас на 175-38 бронепробитий я не беру в расчет, потому что ну как бы такое. При этом все, при такой маленькой альфе здесь нет какой-то космической скорости, летает 900 метров в секунду, это базовый как бы ББшечка у нас, ну и подкол 1156, да действительно заметно. Но играть на подкалибре капец как расточительно, то есть с альфой в 135 вы платите 2800. То есть обычно у нас снаряды стоят там 4400, да, вот как бы за вот такую вот тычку, сколько, в 270 вы заплатите 4800. Ну то есть посчитайте то, что это очень дорого, очень дорого, поэтому играть на голде практически на данном танке не нужно. Что из плюсов, пушка опускается вниз хорошо на 8 градусов, поднимается вверх неплохо на 20, при этом очень хорошая точность 0.32 базовая и она раскачивается до 0.28. Это всего лишь с вентилем и с доппайком, кстати, без чего-то, либо бону, можно с бону еще лучше сделать. То есть, ну это действительно такая вот снайперская СТ, немецкая снайперская СТ действительно. Но в чем есть загвоздка? Вроде бы время сведения 2.3 быстрое, но если посмотреть на нашу перезарядку с вентилем досылательным с доппайком 3 секунды, и как бы время сведения 2 секунды, ну такое себе, не всегда успеваешь свестись. На данном танке, на мой взгляд, вот такая действительно есть ярая и четкая проблема, если ты не свелся, ты не попал. То есть кидать свертухи на данном танке практически бессмысленно он не попадает. То есть, я не знаю, кучность это, либо подкручено, либо откручено, ну, гадайте, делайте там, думайте, что хотите. Я говорю лично о своей игре. Я вчера поиграл, заметил то, что вот свелся, попал. Если прицел не досвелся, то не попадаешь, особенно на дальние дистанции, поэтому имейте это в виду и знайте. В целом орудие ДПМное, 2000 базов ДПМ, опять-таки с доппайком, с вентилем досулом, 2600 практически. Впихаете в инструкцию досылать и получаете 2700. Ставите чуть там, не знаю, не боновое, не боновое оборудование, будет и того больше. То есть, в целом, как бы по орудию нормально, единственное все-таки Альфа-135. Ну, на то он и дырокол. Сказать то, что дырокол у нас плохо в игре себя реализовывают, не всегда, наверное, будет это правильно. При этом всем 1300 хп, что для СТ, на мой взгляд, это очень даже много. То есть, это жирно, это хорошие показатели. Это, по сути, запас прочности многих каких-нибудь СТ восьмого уровня, там Тай-59, какой-нибудь Т-44, у Альт-Прото и того меньше будет. Ну, то есть, это действительно такой приличный запас прочности, несмотря на то, что это СТ. Плюс ко всему, это СТ не самая медленная, но и далеко не самая подвижная. Она вроде бы и едет 55 вперед и 20 назад, но все-таки кобыл 15,5. Здесь многим, наверное, нужно будет погадать. Кто-то поставит сюда турбину вместо какого-либо оборудования или еще что-то. Но я могу сказать то, что я немного поиграл с турбиной, могу заметить то, что уделка сильно не помогает. Вопрос, наверное, все-таки упирается в проходимость. И вот здесь вот не хватает действительно проходимости. Ну, и силенок данному танку тоже не хватает. Возможно, где-то там на горку подняться или еще что-то. В целом, я играл без турбины. У меня вентиль досал и оптика. У меня это был вот такой вот очень зрячий танк. Я могу сказать, мне более чем того хватало и каких-то проблем больших с мобильностью я не испытал. Когда мне нужно было уехать, я уезжал. Когда мне нужно было приехать, я подъезжал. Когда мне нужно было занимать какие-то позиции, да, там на тех же рудниках. Я, в принципе, относительно успевал делать. Но по мобильности такой весковатый танк. Вроде бы и хочется на нем ехать. Но чувствую, что, знаешь, как будто тебе сзади какой-то груз прицепили и тебе тяжеловато. Что у данного танка действительно плохо. А то многие, может быть, только слышат хвалебные отзывы о нем мои. Но это маскировка. Маскировка здесь действительно плохая. Она 20%. Это уже как бы, ну, с хорошим экипажем. Это с допайком. Это с вентилем все-таки, да, со всем остальным. Каким-нибудь там стилем, камуфляжем, без разницы. Это плохо. То же самое по обзору. Я не могу сказать, что здесь катастрофический обзор до 365 метров. Без оптики вы будете, грубо говоря, никого не видеть. Ставя оптику, вы получаете 400 почти 70 метров обзора. Что более чем достаточно для своего уровня. И вы будете пересвечивать абсолютно, ну, не всех, но очень-очень многих. Особенно всяких советских дедов, ИСов и тому прочее. Да, танки без обзора, конечно, ну, будут для вас прям очень таким сладким подарком. Ну, и за счет того, что все-таки вы будете светить, соответственно, вы даете дополнительный ассист, дополнительный, ну, какой-то фарм себе зарабатывать. В целом, по оборудованию, если сказать, то я лично считаю то, что вентиль, досылатель и оптика являются самая правильная сборка. Но если вы сюда пихнете турбину, либо УМП, либо, я не знаю, там, точность, на точность, там, прицел, либо, может быть, малошумку, либо еще что-то. Ну, тут смотрите сами, думайте сами. Но я лично не вижу, как бы, вот, другой вариации, кроме вентиля до слоя оптики. Но если вы что-то найдете, я буду рад за вас. Что касается полевой модернизации, опять-таки, здесь сильно ничего ты не улучшишь. Да, ты можешь делать лучше точность, но потеряешь стабилизацию, поэтому, ну, грубо говоря, прокачайте полевую ради, там, мощности к движку. Все. В целом, вам, как бы, больше этот танк ничего не даст. Что я могу сказать? По игре он вот такой, знаешь, как бы, вроде бы ты и на Е25, но вроде бы ты, как бы, и на СТ. Поэтому, в целом, мне танк напоминает, знаете, Пантеру-2, Пантеру-прокачиваемую, которую вы будете проходить, да, там, самую-самую первую. И вот танк, действительно, из той же оперы, так же играется, как и всякие инвент-панзеры, и панзеры-муцы, и все-все-все вот это такое. Да, на нем можно поагрессировать, попадая в топ, попытаясь, вроде бы, как бы, там, от башни играть, но здесь ты не предугадаешь. То есть, выставляя вот эту башню, ты не всегда, знаешь, пробьют тебя не пробьют. Здесь, знаете, такая же история, как с Т-115, с каким-нибудь ренегатом, когда у тебя большой колпак. Ну, вроде бы, башни танкуют, но ты не знаешь, попадут туда, не попадут туда. Вот та же самая петрушка и здесь. То есть, вы можете выставиться, но факт того, что вас не пробьют, нет. И что я могу сказать? По игре он, ну, максимально аккуратный, средний танк, на котором лишний раз лучше не высовываться и стрелять с кустиков. Потому что, пока там 10 секунд идет, да, как правило, танк в свете. Если вы успеете свестись, 2, а то и 3 выстрела вы успеваете дать по танку. Ну, соответственно, 2 выстрела, и там 250 дамага. Даете 10 тычек, ну, получается, в районе 1400 и тому подобное. То есть, в целом, как бы, довольно ок. Если говорить лично о моей игре, да, и о моих показателях, то у меня на данном танке удалось сделать 2023 среднего дамага. А мы, между прочим, я даже на нем 2500 чуть держал, потом у нас начало к восьмеркам по КД кидать и было довольно тяжело. При этом 490 асиста, то есть мы отыграли в средуху в 2500, там, 2500 с копейками, да, приблизительно 2500-2600. Чего более чем хватает для того, чтобы взять 3 отметки и даже с запасом, потому что 100% отметок на этом танке, ну, да, вот, дойти до, скажем так, пика и максимума нужно 2300. Мы сыграли в 2500-2600, то есть более чем раскрыли данные танки, потенциал данного танка. По фарму ему 100% относительно своего уровня пятерка, то есть он действительно очень даже хорошо фармит. Но в целом, конечно, четверка, потому что попадая к девяткам, ну, будете, как бы, испытывать проблемки. У меня нету никаких абсолютно претензий к нему, мы даже на нем сделали больше дамага, чем на Е25, а это, как бы, тоже показатель. Поэтому Пантера М10, на мой взгляд, темная лошадка, это хороший льготный премтанк, который многие недооценят, многие на нем не играют, практически нигде не встречаются. Конечно, к вопросу о том, как его купить, тут игра умалчивает, но в целом, если у вас есть этот танк и вы, вот, как бы, ищете, на чем можно было бы поразвлекаться, поиграть, то это неплохой, скажем так, вариантик, такого вот некого дырокола льготного, который себя даже очень неплохо чувствует и в нынешнем рандоме. В общем, такая вот история. Ну, а вы не забывайте обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий. Также приходите на мои стримы в 21.00 по московскому времени каждый день, там мы общаемся, катаем, тестируем премтанки, обычные танки, ну и, конечно же, каждый стрим мы разыграем в голову, так что приходите, я вас жду. Ну, а для того, чтобы найти ссылку на эту онлайн-эксель табличку, подпишитесь на мой YouTube канал и на Telegram канал, и после того, в третьем закрепленном посте в телеге вы найдете пост на эту онлайн-эксель таблицу. Всем большое спасибо, до новых встреч.